Сначала пандемии коронавирусом в мире заразились около 129 миллионов человек. Почти 3 миллиона умерли. В России счет жертвам от COVID-19 перевалил за 99 тысяч. Эти сводки словно военные, мы слушаем и читаем ежедневно. И никогда не могли предположить, что столь пристально будем обращать внимание на статистику заражения какой-либо инфекцией. Здравствуйте, это программа КФУ «Итоги недели». Сегодня мы расскажем. Научились уже как-то лечить людей, но есть очень много проблем, связанных еще с последствиями. Прививка жизни. Почему так важна роль вакцинации в борьбе с эпидемией? В зимней спячке геолог просыпался и начинал готовиться к новому сезону. Полевая романтика. Как Институт геологии отмечает профессиональный праздник. Мы полностью готовы интегрироваться в образовательную систему СБЕРа. Все ради учебы. Какие возможности используют для образовательного процесса в КФУ? Идея появилась практически сразу, как открылась лаборатория по хемоинформатике в Казанском университете. На стыке многих дисциплин. Кто такие хемоинформатики? Ровно год назад Россия вошла в рамки ограничительных мер. Причина – эпидемия коронавируса в стране. Никто не мог предположить, каких масштабов достигнет инфекция. Вирус все больше и больше захватывал страну. Регион за регионом. Пришлось закрывать не только границы, но и запрещать выходить из дома без особой на то причины. Итак, весь мир. Изоляция – слово с новым для нас значением. И по-особому зазвучали профессии учителей, которым пришлось преподавать на расстоянии. Врачей, которые буквально попрощались со своими близкими, чтобы войти в красные зоны. И не все из них вернулись с работы. Но самое пристальное внимание было приковано к ученым – биологам, вирусологам, генетикам. От них ждали чудо – спасение. Название ему – вакцина. Из-за быстрого глобального распространения инфекции и высокой смертности разработка вакцины была критически важной задачей. И лучше всех с ней справились российские ученые. За короткое время они создали вакцину, которая оказалась эффективнее зарубежных аналогов. Более того, в России созданы три вакцины. И недостатка в препаратах нет. Каждый может получить свободу передвижения благодаря чудо-ампуле. О том, как лечить, профилактироваться от COVID-19, говорили в Казанском федеральном университете. Здесь состоялся круглый стол с участием ректора Ильшата Гафурова и директора Федерального научно-клинического центра медико-биологического агентства России Вадима Говоруна. Айгуль Гараева выслушала доводы ученого и пошла в клинику, чтобы увидеть, как делают прививку от коронавируса. Студент третьего курса Института международных отношений КФУ Андрей Фомичев с коронавирусной инфекцией, к счастью, не столкнулся. А вот его ближнему окружению повезло меньше. Переболели некоторые друзья и родственники. Поэтому сам он, узнав, что одногруппники начали прививаться, решил последовать их примеру. Я узнал в общежитии о том, что можно вакцинироваться в студенческой поликлинике. Меня сподвигло сюда прийти, что можно вакцинироваться, это снизит риск заражения. Почитал о том, что побочные эффекты не слишком критические, и что, в общем, лучше, наверное, вакцинироваться, чем переболеть. По словам эпидемиологов, особой подготовки к вакцинации не требуется. Перед прививкой каждый пожелавший иммунизироваться заполняет анкету и проходит осмотр врача-терапевта. А уже после получает памятку о мерах предосторожности. Не рекомендуется купаться, не рекомендуется бассейн, заниматься спортом, фитнесом в течение трех дней, исключить алкоголь. Допустимые реакции, повышение температуры, недомогание, слабость, но эти все состояния проходят через один-два дня. Заведующая эпидемиологическим отделением униклиники Татьяна Шляпченкова рассказывает, персонал медицинского учреждения, в том числе и она сама, привились уже месяц назад. Продолжают записываться на иммунизацию и сотрудники университета. Сотрудников КФУ привито уже 740 человек. Студентов на нашей базе только привито 55. Хочу уточнить, что студенты прививаются еще студенческой поликлиникой в основном. Но кто хочет, может и к нам обратиться. И общее количество населения, привитое первыми прививками, это 3056 человек на вчерашний день. И законченная вакцинация – это 2383 человека. В числе сделавших уже и вторую прививку муж Любови Мошкиной. Сама она отложила вакцинацию из-за недомогания. А я когда тоже выздоровела, записалась, два дня подождала, получается, и тоже вакцинировалась. Вот сегодня первую прививку сделала. Потому что надо, потому что ковид никуда не денется. А здесь я прикреплена к этой поликлинике, она очень хорошая. К университетской клинике прикреплены более 40 тысяч жителей Казани. 24 тысячи из них врачи планируют привить до 1 июня. Но даже после вакцинации нельзя нарушать масочный режим, убеждены эпидемиологи. Не исключена возможность, кто болел, снова заболеть. И после прививки неизвестно. Бывают случаи, описанные в литературе, что возможно заболевание. Заболевание прививка же не стопроцентная, 95. И тех людей, которых мы привили, это более 2000 уже законченных вакцинаций. Случаево заболевания коронавирусом не было. Все научное сообщество университета, в частности Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ, с самого момента возникновения COVID-19 держит руку на пульсе. И предлагает свои пути решения проблем, связанных с лечением и профилактикой этого заболевания. У нас есть собственная клиника, в структуре клиники мы несколько времени назад открыли ковид-госпиталь. И научились уже как-то лечить людей. Но есть очень много проблем, связанных еще с последствиями этого заболевания. И поэтому хотелось бы, чтобы эта тема тоже также была здесь обсуждена. Весьма подробно были обсуждены многие аспекты лечения и профилактики COVID-19 на встрече с Вадимом Говоруном, директором Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства России. Уделив объемный блок полуторачасовой лекции вопросу вакцинации, академик ран отметил, что различны не только разработчики вакцины, но и сама ее форма. Подкожная, внутримышечная инъекция. Сейчас делают таблетки уже, русские ученые в Петербурге делают йогурты, то во что гораст. Это не важно. Важно доставить либо группу антигенов, либо S-антиген, как основной таргет, чтобы запустить иммунитет. Но я лично не считаю, что вакцины чем-то в худшую сторону отличались. И призываю всех людей, которые еще раздумывают, все-таки прививаться. В самом начале столкновения с этим вирусом врачи действовали по протоколу, устоявшимся алгоритмам. Но ковид стал испытанием для так называемых докторов-клиницистов еще и тем, что характеризуется быстрым устареванием терапевтических схем. Вадим Говором подчеркнул, что сейчас при лечении, в частности в Москве, почти никого не переводят сразу на ЭВЛ и не назначают антибиотики. Изменению методов лечения предшествовало то, что за полгода врачи детально изучили первые две тысячи летальных исходов от коронавирусной инфекции. Клиницисты, осмыслив того, что происходит, смогли добиться того, что много пациентов выходит из этого критического состояния. Вакцинация сейчас – это процесс, который сможет резко снизить концентрацию вируса в популяции за счет иммунности, акцентировал Вадим Маркович. Почему вакцинируют так интенсивно? И надо вакцинировать интенсивно, а не час по чайной ложке. Американцы делают там 2 миллиона вакцинаций в день. Потому что они понимают, что на самом деле за месяц будет произведена довольно большая иммунная прослойка, и вирус как таковой, ему надо где-то размножаться. Вирус уже не бактерия, он не может лежать в почве. Но надо постоянно размножаться. Не исключено, что ковид будет мимикрировать. Это обычная история эволюции заболевания. Вирус может поменять локализацию. Размножался в респираторном тракте, а будет размножаться где-то еще. И своевременное отслеживание этих процессов напрямую влияет на качество оказания помощи. Как и подобные встречи влияют на аккумулирование опыта, которым делятся приглашенные специалисты. Руководством университета было озвучено пожелание проводить такие семинары с коллегами в систематическом порядке. Айгуль Гараева, Хафиз Гараев, КФУ. Итоги недели. Вакцинация, кстати, стала подъемной силой и для всей мировой экономики. Пандемия коронавируса заставила нас по-новому взглянуть на все сферы экономического и промышленного сектора. Эпидемия разрушила их. Жертвой обстоятельств стала и область добычи нефти. Если кто еще помнит, распад картеля ОПЕК+, американская сланцевая добыча. И все это на фоне пандемии коронавируса. Значение добывающей и перерабатывающей отраслей для развития страны, региона, больше всех понимают те, кто стоит у истоков нахождения и разработок месторождений. Речь, конечно же, о геологах и смежных профессиях. В первое воскресенье апреля отмечается их профессиональный праздник. Так глубоко, чтобы понять, как развивается наша планета, никто не заглядывает. Только геологи. Школа геологии в Казани зародилась практически с момента открытия университета. Сейчас Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ – один из самых востребованных и перспективных не только в регионе и стране. Ученые института уже давно работают с зарубежными компаниями. Какие они романтики земной коры и открыватели ее недр, увидела Роза Зарипова. Первым геологом в Казанском университете был Николай Алексеевич Головкинский. 1865 год считается годом образования Казанской школы геологов. Головкинский, Штукинберг, Наинский. Эти люди сначала создавали историю рождения школы геологии в Казанском университете, а после сами вошли в ее историю. Геологический кабинет, это уже был огромный музей, остался сохранять Михаил Эдуардович Наинский. Он, один из немногих профессоров Казанского университета, не покинул университет Казань и сохранил коллекцию. Геологический музей Казанского университета – один из старейших музеев России. Он был основан вместе с университетом в 1804 году. Среди композиций есть коллекции минералов князя Потемкина и Лобачевского. Фонд музея – более 430 тысяч экспонатов из 60 стран мира. Самая главная ценность – это вот в этих шкафах. Что здесь хранится? Здесь хранится описание всей фауны, эволюции всей фауны, значит, всех отложений, которые у нас здесь есть. Сейчас мы берем образец горной породы с содержанием органического вещества, помещаем его в прибор EMR-анализатор «Хромотек протон-20М» для того, чтобы измерить содержание органического вещества в породе. В современной истории Института геологии Казанского университета сегодня звучат другие имена. Ранель Ганеев, не выходя за пределы научной лаборатории ядерного магнитного резонанса, определяет состав породы и нефти. Опыт длится 10 минут, а экономия для компании составляет сотни тысяч долларов. То есть это необходимо для того, чтобы компания понимала рентабельно ли добывать из этих пород, соответственно, углеводороды. То есть напрямую влияет на, соответственно, исследования компании. Этот год юбилейный. 55 лет со дня образования профессионального праздника – День геолога. Именно в апреле стартует подготовка к летним работам и сборам в экспедиции. При всей сложности, в суровых условиях, непогоде и дальних маршрутах эту профессию принято считать романтичной. Так, поддавшись чувствам, своевременно в факультет геологии поступил нынешний директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалеев. Вот я сам поступил на геофак, хотя я приехал поступать на Мехмат, я математику очень любил. И, проходя мимо табло этого геофака, увидел, смотрю, там геофизик написан. Я говорю, что такое геофизик? Они говорят, так это же физика на свежем воздухе. Я говорю, так это как раз для меня, я же люблю путешествовать. А вот так я попал на геофак. Сегодня Институт геологии и нефтегазовых технологий – это семь профильных кафедр и 1100 студентов. Ежегодно поступает около 200 человек. Выпускники сотрудничают с ведущими российскими и зарубежными компаниями. Сегодня нет на земле ни одного океана, где бы наши геофизики не плавали, не делали сельсминку. Вот именно вот сейчас, например, даже, да? Ну, кроме северного, ледовитого, да, потому что сейчас пока не открылся сезон. Это Атлантика, Тихий океан, где-то, значит, Южный океан, Индийский океан, значит, побережье Бразилии, Африки, вот Кубы. Там точно есть наши студенты, которые будут на кораблях, бывшие студенты, которые делают сельсминку. Институт геологии и нефтегазовых технологий осуществляет подготовку и переподготовку кадров в области геологии нефти и газа. Центр дополнительного образования реализует более 200 уникальных программ повышения квалификации. Конечно, у наших студентов есть возможность параллельно основному образованию дистанционно получать программы переподготовки, проходить программы переподготовки по смежным профессиям. Так, например, разработчик нефтяных и газовых скважин может стать геофизиком или геолог может стать разработчиком нефтяных и газовых скважин. Интерес к институту проявляют не только абитуриенты, но и студенты из разных уголков России. Студенты других вузов учатся у нас геологии и геофизики. И, конечно, наш центр является экспортером геологического образования в мире. Мы реализуем проекты для Китая, для Вьетнама, для Кубы и для других стран. Для особо любознательных работают кружки по таким направлениям, как инженерия, минералогия и геофизика, а также кружок «Геология без границ» в Геологическом музее. В выходные свой первый профессиональный праздник отметят первокурсники. По традиции это посвящение студентам. «Геология без границ» «Геология без границ» «Геология без границ» Мы поговорим с проректором по образовательной деятельности Дмитрием Тайюрским. Дмитрий Альбертович Здравствуйте, Дмитрий Альбертович. Добрый день. Недавно исполнился год с начала пандемии и перехода на дистанционное обучение. Как вы можете подытожить итоги такого, ну, немножечко экспериментального периода обучения? Спасибо за вопрос. Вы знаете, сейчас только ленивый не пытается что-то делать, анализировать. Вообще говоря, срок очень маленький. И написано очень много, и мы выступали очень много. Много выступал ректор Казанского университета. Я итоги оценивания введения такого режима работы, я думаю, еще подводить рано. Поскольку еще идет сессия, пересдача студентов. Но что совершенно точно показал этот год, это то, что мы готовы в достаточно быстрое время перестроить учебный процесс и перейти на образование с использованием дистанционных технологий. Это потребовало достаточно больших усилий со стороны преподавателей и со стороны студентов, но тем не менее это возможно. Что же такое хорошо или плохо дистанционно-образовательные технологии? Вы знаете, даже у студентов мнения раздельно. Кто-то говорит, что в онлайне хорошо, кто-то говорит, нет, давайте мы все вернемся в аудитории, мы хотим видеть преподавателя в аудитории. Мнения разделились примерно 50 на 50. Так что здесь это и понятно, с одной стороны. С другой стороны мы понимаем, что будущее, видимо, за смешанной формой обучения, где нужно использовать и все плюсы дистанционных образовательных технологий, но в то же время мы понимаем, что непосредственно личный контакт студента с преподавателем, с профессором, особенно работа студента в аудиториях и лабораториях, это есть неотъемлемая часть учебного процесса. У КФУ и СБЕРа много перспективных направлений сотрудничества. Можете о некоторых из них рассказать? Сейчас мы говорим о том, чтобы создать и создается совместный образовательный кластер в области цифровых технологий между КФУ и СБЕРом. Этот кластер создается на базе нескольких кафедр Казанского федерального университета. Для чего создается? Для того, чтобы эффективно реализовывать новые образовательные программы. Например, у нас была образовательная программа в области бизнес-информатики, которую мы рассматривали как программу для подготовки специалистов в области цифровых технологий, но с экономическим и юридическим акцентом. В этом году мы полностью перестраиваем вместе со СБЕРом эту магистрскую программу. Кроме того, вместе со СБЕРом мы вводим новые магистрские программы. Это Data Scientist, Data Analytic, Data Engineer. Наши студенты получают возможность обучаться на образовательных программах СБЕРа, в том числе Product Development. 19 преподавателей Института в учреждении математики и информационных технологий прошли специальное тестирование на платформе СБЕРа, которое показало высокие результаты. Таким образом, мы полностью готовы интегрироваться в образовательную систему СБЕРа для того, чтобы взять все лучшее и включить это в образовательный процесс в Казанском университете. В прошлом году хорошим подспорьем для абитурентов и их родителей стали образовательные кредиты. Планируется ли продолжить эту программу? Да, действительно, образовательные кредиты в Российской Федерации, согласно заключенному между Минобранауки или Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и банками СБЕРа, прежде всего, соглашению, они действуют и в этом году. Особенностью реализации в Казанском университете в прошлом году было то, что Казанский университет покрывал процентную ставку по кредиту для абитурентов, которые воспользовались этим продуктом. В этом году мы также будем продолжать эту практику. Впереди нас ждет большая юбилейная дата – 60-летие полета первого человека в космос. Какие мероприятия в Казанском университете ожидаются по этому поводу? – Мы организуем серию мероприятий, начиная с 10 апреля и заканчивая где-то сентябрем месяцем. Я кратко скажу, полная программа, потому что невозможно за короткое время все рассказать. Это будут мероприятия, которые будут проводиться на территории Астрономической обсерватории имени Ингельгарта, в нашем планетарии. Это также будут выставки, фотовыставки, которые будут размещены в зданиях Казанского федерального университета. Кроме того, будет еще одна знаменательная дата. Мы немножечко в том году из-за пандемии забыли про изобретение радио. Поповым – 125 лет. И, кстати, вчера было 125 лет даты, когда Попов впервые продемонстрировал свою радиосвязь на заседании Петербургского физического общества. 7 мая мы отмечаем День радио. И к этому дню мы также приурочили ряд мероприятий на территории Астрономической обсерватории имени Ингельгарта. Это и специальные гонки дронов, и квесты по радиоэлектронике, то есть все, что связывает радио с современной жизнью. Но и, опять же, я должен сказать, что с космонавтикой тоже невозможно, был бы первый полет невозможен, был бы без радиосвязи, без обеспечения. Так что эти два события связаны. Ну, а завершится все это цикл мероприятий в сентябре празднованием очень знаменательной для Казанского федерального университета даты 120-летием со дня образования Астрономической обсерватории имени Ингельгарта. Большое спасибо за интересную беседу. Спасибо. Можно ли соединить 5-7 научных дисциплин в одно? Кажется, что нет, но это возможно. И название такому направлению – хемоинформатика. Она находится на стыке химии, информатики, биологии, фармакологии, физики, математики. И специалистам такого направления нужен всего лишь компьютер. С помощью него они извлекают информацию из массива экспериментальных данных. Хемоинформатики проводят квантохимические расчеты, готовят молекулярно-динамические модели, программируют инструменты для вычислительной химии. В основе науки лежит представление о химическом пространстве. Это новая профессия, и обучаться ей можно в Казанском университете. Наш вуз – один из немногих, кто готовит хемоинформатиков. А среди составителей единственных в стране учебников – ученый КФУ. Роза Зарипова познакомилась с ним. В качестве основы будет использоваться кислота. Кислота будет подбираться или 12%, или 15%. Особый реагент готовит ученый Института геологии и нефтегазовых технологий. Состав войдет в основу методики добычи трудноизвлекаемых запасов нефти. Это новый совместный проект от нефти и КФУ. У нас бывает подбираться составы, которых кратность не менее 60 часов. Такие тоже могут быть. И не факт, что результат будет действенный. Скрасить или избежать столь длительные ожидания оказывается можно. На помощь ученым Института геологии придут коллеги из научно-исследовательской лаборатории хемоинформатики КФУ. Самый лучший у нас оптимизированный состав. То есть это мы определяем плотность, вязкость, кратность, стабильность. После этого все подается на хемоинформатику. То есть для дальнейшей оптимизации состава. То есть после того, как по хемоинформатике уже подбирается оптимальный состав, далее он подается обратно нам, для того, чтобы мы его протестировали обратно. Ученые-химики Казанского университета вместе с приглашенным ученым из Страсбургского университета Александром Варнаком используют достижения информационных технологий для решения химических проблем. В основе работы – тандем человека и искусственного интеллекта. Рабочее место, компьютер и соответствующая программа с базой данных – все исключительно виртуально. Проблема заключается в том, что под каждую скважину, под каждую нефть и даже иногда в процессе приходится изменять состав, подбирать оптимальный состав. То есть, например, сначала нефть идет более легкая, а потом начинает она течь более тяжелая. И, соответственно, необходимо эти составы химические, которые используются для добычи нефти, их изменять. Наша задача, как хемоинформатика, заключается в том, что мы должны предсказывать, собственно, какой лучше состав использовать на данной нефти. В 2014 году была создана научно-исследовательская лаборатория хемоинформатика и молекулярного моделирования. Тимур Маджидов стоял у истоков ее создания. Ученый является автором многих научных статей, как российских, так и зарубежных. Сотрудничает с ведущими международными вузами и компаниями из Бельгии, Швейцарии, Японии и Франции. Победитель премии имени Арбузова. Она вручается за выдающиеся исследования в области фундаментальной и прикладной химии. Сам же молодой ученый считает одним из своих главных достижений написание учебника. Тимур Маджидов с авторами написали серию из шести учебных пособий по хемоинформатике. Это единственный учебник в области химоинформатики в России, который есть. И я, честно говоря, не думаю, что кто-то будет его переписывать. Потому что, ну, видели, тут раз, два, шесть томов. Это где-то, мы прикинули, это где-то полторы тысячи, две тысячи страниц. Планируется, что книги будут выходить на нескольких языках. Международное издательство предложило выпустить английскую версию. Тогда учебник, написанный с участием ученых Казанского университета, разлетится по всему миру. Кроме того, сейчас рассматривается заявление о выдаче патента на изобретение новых технологий для дизайна лекарств. Это совместная работа ученых лаборатории хемоинформатики КФУ с университетом Палацкого из Чехии. Роза Зарипова, Тимур Табаров, КФУ. Итоги недели. Кто прибыл в Татарстан с началом весны? Об этом вы узнаете после небольшого перерыва. Также в программе. Как студенты могут повлиять на формирование городской среды? И какой вуз посетил Ильшат Гафурав? В то время татары в массе своей считали фотографию греховным занятием. Луч света для татар, чьи рукописи бережно хранят в отделе редких книг КФУ. На базе IT-лицея КФУ создадут специализированный учебно-научный центр. Такую возможность университет получил благодаря победе в конкурсе на предоставление грантов на развитие сети центров по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития России. Казанский федеральный университет набрал наибольшее количество баллов по качеству подготовленной программы развития и занял второе место в общем рейтинге конкурса. Объем финансирования на три года составит 600 миллионов рублей. О других новостях на этой неделе в нашем дайджесте. На этой неделе ректор Казанского федерального Ильшат Гафурав с рабочим визитом посетил Москву. В столицу он встретился с министром строительства России Ириком Файзулиным. Они обсудили вопросы развития территорий и повышения активности студентов в вопросах формирования комфортной городской среды. Также Ильшат Гафурав принял участие в первом заседании попечительского совета Российской академии образования и встретился с директором Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины Вадимом Говорено. Президент республики Рустам Иниханов и ректор Гафу Ильшат Гафурав посетили Казанский юридический институт МВД России. Гости возложили цветы к мемориалу славы сотрудников органов внутренних дел, осмотрели музей и зал боевой славы, библиотеку и учебные аудитории. 200 делегатов из 19 стран и 18 университетов России. Такой масштабной получилась модель ООН в Казанском университете. Моделирование работы Организации Объединенных Наций прошло на этой неделе в Ратуши. Участники примерили на себя роли делегатов комитетов и подготовили общую резолюцию. Здесь же прошли пробы работы студентов в Совете Безопасности и Международном суде. В Казанском университете не случайно проводят площадки Федерального университета. Мы стараемся все более интегрировать те процессы, которые сегодня курируют, интегрируют, по-разумению точнее ООН и УНЕСТО. Один день в армии. Его провели студенты университета в Республиканском центре «Патриот». В течение двух суток они отрабатывали навыки надевания защитного комплекта, снаряжения магазина и неполные разборки и сборки АК-74, подтягивания на перекладине и стрельбы из пневматической винтовки. Именно военно-патриотическое мероприятие «Один день в армии» позволяет фактически нашим обучающимся почувствовать себя причастным к большому, может быть, делу служения Отечества. Дипломы, стажировки и квесты. Такие подарки получили победители и призеры 6-й Всероссийской научной конференции учащихся имени Лобачевского. Их наградили в Казанском университете. Его финал прошли больше 700 школьников. Они представили свои работы во власти математики, информатики, экологии, литературы, биологии и истории. Я участвовала в секции русской литературы 18-20 века и представляла работу «Особенности раскрытия проблемы ответственности перед будущим» по сказке Николая Телешова «Белая цапля». 4 апреля во многих странах отмечают День интернета. Вы не поверите, почему выбрана именно эта дата. Это день представления святого Исидора Сивильского. Он считается покровителем учеников и студентов, а в 2003 году папа Иоанн Павел II назвал святого Исидора еще и покровителем пользователей компьютеров и интернета. Католическая церковь основывается на том, что Всемирная сеть – это сокровищница человеческого знания. В этот день профессиональный праздник отмечают веб-мастера и разработчики. В России День интернета отмечают в конце сентября. Эта дата была просто назначена профессиональным сообществом. А вот День Рунета – 7 апреля. Когда бы не отмечали праздник, главное, интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Леонид Толчинский в этом уверен. Точно. И вновь с вами «Смотрите сами». После такого красивого исторического экскурса от Салавата, казалось, что без всяких сомнений сегодня обзор актуальных тем, бурно обсуждавшихся на минувшей неделе в сетевом пространстве, я смогу легко посвятить первоапрельским шуткам, коими традиционно заполнялись все средства массовой информации в соцсети. Но не без грусти приходится констатировать, что наша повседневность, все происходящее вокруг в последние годы, месяцы, зачастую куда смешнее и абсурднее, чем может придумать отдельно взятый автор в медиа на 1 апреля. Даже не стану раскрывать этот тезис, иначе совсем станет не смешно. А по факту мы получили жалкие попытки повеселиться, и большая часть как бы юмора относилась к сведению личных счетов, борьбой с собственными комплексами авторов, ну или к безответственному бреду, типа того, что случился в Бельгии, где через сеть позвали народ в разгар пандемии на музыкальный фестиваль. Пришедших, а это пару тысяч человек, полиция разогнала водометами. Смешно? Как-то не очень. А потому предлагаю на время отойти от темы 1 апреля. Не позвольте пару слов о другом, не менее тревожном и не смешном. Вот уже несколько месяцев в стране идет вакцинация населения от коронавируса. Россия счастливая страна. Здесь появилась первая в мире эффективная вакцина от этой напасти. Здесь хорошо организованная медицина развернула достаточно точек для вакцинирования, и это на фоне заметного спада остро заболевших. И что мы наблюдаем? Катастрофически низкие темпы этой самой вакцинации. И низкие даже уже не по отношению к тем ожиданиям, что были, а к тем показателям, которые демонстрируют многие страны. И ладно бы вакцинный нигилизм преобладал в головах молодых людей. Вполне образованные и состоявшиеся граждане застыли в ожидании и не спешат прививаться. На мой взгляд, конечно, есть некоторые ошибки общегосударственного характера. На сознание надейся, но не спи. А с чем мы столкнулись? Полная беспомощность и неэффективность информационной машины государства и тех ее частей, что сидят на несметных грантах, и неспособность медиа в их нынешнем виде влиять должным образом на ум и настроение людей. Этот тезис можно долго раскрывать, но сегодня остановимся только на тезисе. Второе. В стране нет никакой мотивационной политики в части вакцинации. Вот западные страны в качестве основного мотива используют страх. Высокие цифры заразившихся, целые отрасли экономики в заложниках у карантинных ограничений, перманентная угроза возврата к жесткому локдауну. Я знаю молодых докторов наук на Западе, которые сидят и мечтают где-нибудь у колодца, но не хватает прививок и нет такой организации прививочных пунктов, как в России. Есть страны, где мотиватором выступает так называемый «зеленый паспорт». Это такой электронный документ, подтверждающий, что ты привился или переболел, и обладаешь при этом достаточным титром антител. Без «зеленого паспорта» у граждан есть только два права – ходить на работу и в продовольственный магазин. С «зеленым паспортом» перед людьми открываются все прелести жизни – от ночных клубов, кафе, ресторанов, концертов, до права перемещаться по миру. У нас ни один из мотиваторов не реализован, а значит, остается только самосознание людей. Всех, от мала до велика. И тут вот что я, кстати, привившийся без всяких проблем человек, хочу сказать и своим коллегам, и нашим дорогим студентам. Любой негативный эффект от вакцины, а это, возможно, головная боль и температура на полдня, лучше, чем самое легкое последствие коронавируса. Какие это последствия? Сердце, кровь, легкие психические расстройства. Не хотите делать вакцину? Живите в страхе все остальные годы. Сколько их там останется после визита в ваш организм вируса? Что в любую секунду оторвется, например, тромб и превратит все ваши планы и надежды в прах? Ни один медик сегодня не готов дать даже минимальные гарантии, что переболевшие не станут в дальнейшем главной мишенью всего набора самых страшных болезней. Танцуйте дальше в ночном клубе с гордостью, что уклонились от прививки, но на долгую и счастливую жизнь не рассчитывайте, ибо она превращается для вас в русскую рулетку, и один из смертельных патронов для вас в этом барабане уже заготовлен. Полагаю, что мы будем возвращаться и в рамках нашей программы, и в рамках этой рубрики к теме ответственности за решение о собственном здоровье и жизни еще не раз. А пока напоследок, все-таки про 1 апреля. Ну, что-то доброе и по-настоящему смешное. И подарили нам это не соцсети, а вполне себе респектабельный телеканал, ставший жертвой проворного пса. Не знаю, чем там завершился бег журналиста Сережкиной за псом, но бежала она красиво, ходила, видать, на физкультуру в свое время, а песик стал символом первоапрельского оптимизма и проворности. Животный юмор показал себя более добрым и смешным в этом году. Вот смотрите сами. На прямой связи со студией наш корреспондент Надежда Сережкина. Надежда, здравствуйте. Рассказывайте, можно ли уже расстаться с надоевшей за зиму теплой одеждой? Здравствуйте, Элина. Ну, действительно, в столичный регион пришла весна. Столбики термометров будут показывать на этой неделе до 8 плюс 9 градусов. Стоять! Иди сюда! Эй, стой! Стой! Стоять! Ну, судя по всему, связь с нашим корреспондентом прервалась. Сейчас мы снова попытаемся с ней связаться. Второй месяц весны – это повод вспомнить и о приятном. 1 апреля отмечают Международный день птиц. Этот экологический праздник по-настоящему стал объединяющим, интернациональным. И дети, и взрослые, и представители разных рас континентов с особым трепетом относятся к пернатым друзьям. А для нашей страны птицы еще и вестники весны. Пробуждение. Именно в начале апреля из теплых краев возвращаются пернаты. Как встречать их, опознавать? Об этом нам расскажет заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья профессор-орнитолог Ильгизар Рахимов. Здравствуйте, Ильгизар Ильясович. Первый вопрос вы уже услышали. Как встречать нам первых прилетевших птиц? Здравствуйте. Естественно, весна – это прилет птиц. Как вы сказали, это особое событие, в общем-то, в жизни всего нашего человечества. Конечно, с хорошим настроением. Первое, что я хотел отметить – птицы – это предвестники тепла, света. И поэтому, конечно же, каждый прилет такой птицы должен вызывать у нас только положительные эмоции. Такая тенденция сложилась, что некоторые пернатые предпочитают зимовать на родине, а не улетать. С чем это связано? Это явление достаточно широко распространено, в принципе, по всему миру, потому что птицы в условиях городов получают особые условия. Во-первых, для них обеспечивается их корность. Мы с вами своими пищевыми остатками с нашего стола всегда им даем что-то для их пропитания. А вот каких птиц, помимо очевидных для нас воробьев, голубей, чаек, еще можно встретить в Казани? Этот вопрос часто мне задают, я смело всегда говорю. В черте города Казани можно отметить до 200 видов птиц. До 200. Конечно, если меня спросят, где я эти 200 видов птиц встречу, несомненно, для этого нужно ходить, наблюдать, интересоваться, быть весьма внимательным именно к осторожным птицам. Тогда можно очень много интересного увидеть даже в центре нашего города. Ну, например, в черте города Казани я сказал уже сколько видов. Например, около нашего института фундаментальной медицины и биологии в центре города на Карла Маркса мы там встретили, например, черного дятла. Какие необычные явления, связанные с птицами, можно наблюдать в Татарстане? Действительно, птицы в плане привыкания к человеку проявляют порой, ну, такие необычные, скажем так, приспособительные акты. Ну, например, в Казани у нас известен факт, например, гнездования трисогусок белых. Это самая обычная наша городская птица, ее люди прекрасно узнают. Например, на двигателе старого автомобиля. В общем-то, это совершенно необычное явление, тем более, что птица успешно вывела там птенцов по просьбе нашей хозяина этого гаража и машины. Далее, например, очень часто голуби гнездятся, например, на повешенных, предположим, лыжах на балконах, гнездятся под балконами там, где постоянно шум, постоянно, так сказать, беспокойство и так далее. То есть в этом плане птицы достаточно пластичны, и если к ним относиться осторожно и не пугать их, и не преследовать тем более, мы можем видеть очень много интересного из их жизни. Слышал такие случаи, когда перекармливают птиц. Вот как с этим нужно будет осторожничать, собственно? Ну, здесь я сомневаюсь, что птицу можно перекормить. Во-первых, птицы – это организмы, которые летают. И, естественно, самой биологии и экологии данного вида уже предписано. Она не может объедаться. Вот, например, известны факты, когда, например, в Африке гриф и сипы, поедая падаль, кости огромные заглатывая, не могут потом взлететь, потому что раздувается буквально в смысле зоб. Наши птицы в этом плане более предусмотрительны. И поэтому, конечно, они не переедают, потому что это чревато с тем, что они тяжелеют и просто-напросто не смогут улететь. И в этом плане птицы едят столько, сколько им нужно, в данном случае, восполнить затраты той энергии, которая расходуется в процессе их жизни. Большое спасибо за интересную беседу. Спасибо. Апрель – это и месяц памяти о Шагабудине Марджани. Российский мусульманский богослов, просветитель, а еще этнограф, археограф, востоковед и педагог. Крупнейший татарский историк своего времени. Просветительские идеи Марджани охватывали самые различные стороны жизни татарского народа. Имя Марджани для татар значит не меньше, чем тукай. Поэт в последние годы своей жизни одно из стихотворений посвятил великому реформатору. Труды Марджани до сих пор актуальны. Многие ученые обращаются к его работам. А некоторые из них хранятся в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки КФУ. Илья Андреев расскажет о реликвиях. 2021 год. Республики Тарстан объявлено годом родных языков и народного единства. 28 апреля мы вспоминаем известного мусульманского богослову-просветителя Шагабудина Марджани. Сегодня в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского, Казанского федерального университета, мы вместе с вами увидим настоящий рукописный памятник автора. Марджани принадлежит более 30 сочинений на арабском, татарском и персидском языках. Произведения Шагабудина Марджани посвящены богословию, историю, литературе и языку. Самый известный его труд – двухтомное фундаментальное сочинение по истории татар с древнейших времен. «Мустафат Аляхбар Фиахваль Казан Вабулгар. Собрание или кладезь сведений о делах Казани и Булгара». Написанное в 1885 году. Это первый опыт написания национальной истории татар. Из коллекции отдела рукописей и редких книг мы решили показать вам рукопись «Мустафат Аляхбар». Перед нами рукопись известного татарского просветителя Шагабудина Марджани. Рукопись, которую мы сейчас показываем, была переписана в 1888 году. Она из коллекции другого выдающегося татарского просветителя Галимжана Баржуди. Выполнена рукопись в своем родном переплете. Как полагается, мы не открываем на 180 градусов работу. И она начинается с 20-й страницы. Это рукопись об истории Волжской Булгарии и Казанского ханства. В поисках материала для исторических исследований Марджани посещал древние развалины булгара, татарские, русские, чувашские, мордовские села. В тексте он активно продвигал этноним татары, разъясняя читателям, что это за народ, какова его история, что татары сделали, чем их представители могут гордиться. Идийно-философские взгляды Шагабудина Марджани, его деятельность в качестве педагога, религиозного деятеля, просветителя, философа и историка останутся заметным явлением в отечественной истории. Просветительские идеи Марджани охватывают самые различные стороны обновления общественной жизни татарского народа, включая в себя мысли о необходимости получения татарским населением светского образования, усвоения прогрессивного наследия прошлого, античной, арабской мысли и настоящего русско-изабдноевропейских культур. Им были заложены основы реформ преподавания в медресе для доступа татар к передовым достижениям мировой культуры и науки. Выдающийся востоковед Ризаидин Фахреддин говорил о Марджани так. Он всегда будет примером для подражания нашим уважаемым друзьям и соотечественникам, которые хотят служить своему народу и вере. Интересный факт. Просветитель Шагбудин Марджани фотографировался в своей жизни дважды. Первый раз по просьбе американского консула и второй раз по просьбе издателя энциклопедического журнала в Лондоне. В то время татары в массе своей считали фотографию греховным занятием, и поступок Марджани ввел это новшество в их быт. А Тукай отзывался о нем так, поборник свободомыслия, знаний и прогресса, сделавший первый шаг к просвещению. Шакирзян Хамедуллин Хазрат пишет, что Марджани очень любил историческую науку, его чрезвычайно интересовали вопросы, связанные с историей. Благодаря этому интересу Марджани состоял членом Общества археологии, истории и этнографии при Казанском императорском университете. Он даже написал некоторые материалы для этого общества. Марджани был близко знаком с рядом русских ученых-историков и, конечно же, востоковедов Казани. Он высоко оценил богослова. Как говорил французский философ Рене Декарт, чтение хороших книг – разговор с самыми лучшими людьми прошедших времен. И при том такой разговор, когда они сообщают нам только лучшие свои мысли. Так что до новых добрых встреч. Библиотеки «Вид свобода» существует за тем, чтобы ходить в библиотеку. Илья Андреев, Булат Садыков. Итоги недели. Весна – это время подумать о том, как изменить жизнь, какие новые проекты воплотить в жизнь. И для этого нужно здоровье. Берегите его. Не забудьте сделать прививку. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова